Что, черт возьми, происходит? Где же тут предсказуемость? А что, если Макрон более умен, чем кажется, и у него есть стратегический план? Что вы думаете по этому поводу об уме этого парня? И Макрон просто не настолько умен. Он не очень умный человек. Во-первых, любой лидер, который жертвует своими войсками таким образом, вообще не является лидером. Вы знаете, то есть вы хотите сказать, что все это основано на том, что он намеренно посылает французских солдат на Украину умирать. Но, кстати, поскольку я решил, что хочу поиграть в Наполеона, нам нужно, чтобы вы также быстро-быстро создали новую европейскую оборонную организацию. У них есть дела поважнее. Помните тот кирпичный поезд, о котором я говорил? Иранцы едут не только в кирпичном поезде, но и в VIP-вагоне впереди. Они тусуются с русскими в вагоне-ресторане и пьют, но они не пьют шампанское, потому что они хорошие, благочестивые мусульмане, но они пьют виноградный сок, яблочный сок. Что-то еще, понимаете, знаю, но у них все хорошо, и они с нетерпением ждут возможности приступить к работе. Ну, вы понимаете, поднять свою экономику на ноги и запустить ее. Палестинцы побеждают. Я имею в виду, что это ужасное поражение. Это кровавое поражение. Это трагическое поражение, но они побеждают. Иран не хочет срывать эту победу. Приносить и оспаривать все жертвы, которые были принесены, завладевая заголовками, привлекая внимание, заставляя свет сиять на них. Что такое Европа? Как вы определяете Европу? Я имею в виду, действительно ли Европейский Союз является истинным лицом Европы. Европейский Союз не функционирует должным образом. Я имею в виду, что просто попросите Германию и Францию разработать единую экономическую теорию. Они не могут просто посмотреть, например, Греции. И я не думаю, что Россия хочет, чтобы Европа была на ее орбите. Я думаю, что Россия хотела бы иметь хорошего торгового партнера. Им нужен предсказуемый европейский партнер. Так что, если кто-то из ваших знакомых не хочет быть другом России, по крайней мере, будьте последовательны, понимаете? Но здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда представьте, что вы русские, и сидите там и думаете, все в порядке, мы зарабатываем на жизнь продажей газа. Европейцы говорят, что хотят ввести против нас санкции. Черт возьми, американцы взорвали газопровод «Северный поток». Все кричат, какие мы злые, и мы действительно не хотим общаться с этими парнями. Но мы действительно наслаждаемся зарплатой, которую они получают, когда покупают наш газ, и они все еще покупают наш газ. Газ. Что, черт возьми, происходит? Где же тут предсказуемость? Мы заставили европейцев кричать о том, что они должны отказаться от российского газа. Какие мы злые, насколько все плохо, и все же они продолжают покупать его. На самом деле они хотят покупать больше. Европа не функционирует должным образом. Поэтому я не думаю, что Россия хочет, чтобы Европа была рядом с ними. Кому нужен неблагополучный друг? Я имею в виду, что это все равно, что взять себя в руки, а потом мы можем пойти куда-нибудь и выпить пиво. Но до тех пор оставайтесь там, с американцами.